приветствую дорогой друг с тобой канал интернет-магазина семант меня зовут илья и сегодня я расскажу о типах фитингов это такие штуки без которых не обходится ни один кастомный контур начну я пожалуй самых простых это елочки елочки используются для соединения гибких шлангов с елочками используется еще вот такой зажим зажим одевается на шланг шланг одевается на фитинг и зажимается шланг вот такой вот штучкой преимущество данных фитингов вид надежности снять шланг с такого фитинга очень сложно и они очень надежны в плане протечек то есть если вы боитесь что ваш контур протечет берите такие вот фитинги и он точно не протечет далее так называемые компрессионные фитинги компрессионные фитинги они потому что их используют в компрессорах похоже используют компрессор вот для слова не немножко отличаются как минимум дизайном вот они более такие эстетично более привлекательные конструкция в принципе тоже что и у елочки это вот если снять гаечку это такая же елочка но в основном эта елочка намного короче чем у классической елочки вот и поэтому они как на меня менее надежные потому как обхват шланга намного меньше вот и я вот даже самостоятельно пробовал шланг выдернуть с такого фитинга намного проще но выглядит намного лучше чем елочка хотя кому как о вкусах не спорят следующий на очереди фитинг для жестких трубок данный фитинг используется для соединения трубок которые нельзя согнуть не приложил определенных усилий то есть пальцами их согнуть невозможно это металлические трубки акриловые трубки трубки из стекла в отличие от двух предыдущих фитингов данный тип фитинга обжимает трубку только с внешней стороны есть вариант исполнения с гайкой так как этот фитинг есть вариант исполнения без гайки и последний тип фитинга самый такой интересный и самый дорогой например у альфа кул если не ошибаюсь такой фитинг стоит целых 25 евро если не ошибаюсь данный тип фитинга называется быстроразъемный быстроразъемный он потому что когда вы его разъединяете он блокируется клапаном внутренним и жидкость не вытекает вот два элемента данного фитинга и они блокируются жидкость не вытекает из а когда вы соединяете вот они также просто и соединяются видео адаптеров они выглядят и для них еще нужно по штуцеру дополнительно прикрутить такие фитинги полезный например если а если у вас какой-то блок внешний вот и вам нужно допустим компьютер перемещать или например вам нужно время от времени дополнять каким-то элементом там еще один радиатор подключить вот и как бы вот такая штука очень полезно вам не нужно сливать полностью жидкость вы просто 2 такой же подключаете вот и присоединяйте еще одно устройство общему контуру и жидкость остается в контуре штука полезная но очень дорогая и конкретно допустим модель от беру довольно у нее большое гидросопротивление поэтому сразу учитывайте то что узнала мили хорошая помпа или или хорошая помпа напишите в комментариях если вы использовали такой вот быстро разъемный фитинг а или у вас есть ей использование данного фитинга это будет довольно интересно и на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки и до следующих видосов пока пока